От всего этого Россия в очередной раз попыталась выступить в роли посредника между враждующими сторонами. Если международным посредникам удастся договориться о вводе в зону конфликта миротворческого контингента, то вряд ли ОДКБ будет иметь к этому какое-либо отношение. Следует понимать, указывают некоторые наблюдатели, что режимы, правящие в Центральной Азии, не разделяют представление о социально-политической стабильности в качестве главного условия развития своих стран и не видят в этой стабильности гарантию собственной внутриполитической устойчивости. Лидеры некоторых государств скорее склонны рассматривать коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ как последний ресурс в случае угрозы их собственной власти. Особо эта тенденция усилилась ныне на фоне постоянных упоминаний об угрозе массового проникновения в регион боевиков-исламистов из Афганистана. Хотя и есть серьезные сомнения, утверждают некоторые знатоки ситуации в этом регионе, что даже сконцентрированные в северных афганских провинциях вооруженные формирования мадзахедов стремятся перейти в Пяндж. Нельзя не признать, что авторитет невразийских структур был довольно существенно скомпрометирован с событиями теперь же двухлетней давности в Крему и Донбассе. Раздававшаяся из Москвы риторика о защите интересов русскоязычного населения за пределами России весьма серьезно встревожила Казахстан. Астане тогда пришлось постоянно лавировать между стремлением сохранить добрососедские отношения с Москвой и отражением политических атак внутри страны со стороны казахских национал-радикалов. В результате в одном из последних выступлений президент Казахстана Назербайдж дал понять, что Россия это лишь один из векторов многовекторной внешней политики Казахстана наряду с Евросоюзом, Китаем и странами Юго-Восточной Азии. В целом, нынешняя казахстанская элита рассматривает Евразийский экономический союз исключительно в качестве среднесрочного, если не краткосрочного, проекта развития страны. Надо понимать, что в недалеком будущем Евразийский экономический союз может вступить и Таджикистан. В Душанбе видят, как успешно используется членство в союзе с соседней Киргизией. Таджикистане будут работать в России в качестве трудовых мигрантов на льготных условиях, без оформления патентов и с упрощенным порядком регистрации. Для Таджикистана, где суммарный размер денежных переводов от граждан, работающих за границей, вполне сопоставим с ежегодным государственным бюджетом, это может быть весьма сильным аргументом. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о трейтуре политического и экономического развития государств Центральной Азии. В следующий день я предлагаю продолжить эту тему. Передачу, как обычно, подготовлен и провел Андрей Солобов. Всем доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч на волнах нашей радиостанции. Продолжение следует... Продолжение следует... До новых встреч на волнах Международного радио Тайваня. Продолжение следует... Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...